добрый день дорогие зрители канала садовый мир мы находимся в теплице с моими ранними посадками томатов они большей частью уже от плодоносили как говорится в нижнем среднем ярусе мы практически все сняли а на верхнем еще у нас как говорится есть яркие краски томатные сегодня хочу поговорить о том что вы часто сейчас в наших видео посвященных от обзором томатов которые мы показываем сортов гибридов хвостым с урожаем задаете один животрепещущий насущный вопрос замучила тепличная белокрылка все дело в том что в августе это наиболее скажем так актуальная проблема почему потому что мы уже подустали сказывается скажем так уже близящийся конец сезона наваливается томатная в том числе переработка времени скажем так заниматься здоровьем растения все меньше и меньше нужно уже другие насущные вопросы на участке решать и многие уже пускают на самотек борьбу с вредителями а этого делать ни в коем случае нельзя это первая проблема опустите руки никаких обработок не делать обработки делать нужно но для этого использовать препараты первые с коротким сроком ожидания и обязательно делать их своевременно в положенный срок если потребуется повторная и третья обработка через положенное количество дней рекомендованной производителем того или иного инсектиза обязательно обработки делать таким образом белокрылка которая шагнула широко уже практически во все климатические зоны и средней полосе по отзывам огородников она уже эффективно зимует если мы сейчас вот это полчаса с вами уничтожать не будем вредителей она у нас эффективно перезимует в каком-то количестве на следующий год прикурить на основа даст другая проблема появление белокрылки в теплице это сажистый грибок это очень опасное заболевание в том числе томатов которые поселяются именно благодаря продукту жизнедеятельности личинки белокрылки вот так та самая личинка которая вылупляется с обратной стороны листа там на грубо говоря пасется сосет сок и соответственно вот ее выделение такие липкие и сладкие они притягивают споры грибка являясь благодатной питательной скажем так средой и получают у нас две проблемы в одном особенно опасен сажистый грибок не сколько для растений даже а именно для здоровья человека аллергикам людям склонным к бронхиальной астмы к ее проявлениям скажем так это проблема очень скажем так мешает жить просто снижает качество жизни вы не можете зайти в теплицу начинать задышать задыхаться удушливый кашель преследует вас а нам нужно во-первых сохранить свое здоровье и использовать здоровую продукцию как это сделать правильно делать обработки давайте сегодня об этом поговорим как я уже сказал ранее первая ошибка огородников борьбе с белокрылкой тепличной это отказ от обработку второй половине лета когда мы с вами пускаем ситуацию на самотек вторая ошибка это когда мы с вами томаты раздеваем полус как говорится до последней кисточки лишая их листового аппарата здесь первая проблема в том что вот эти кисточки которые есть еще в стадии технической зрелости зеленой томатики они у вас эффективно не дозрит они будут менее сочные потому что для нормального физиологического развития и функционирования растения ему нужен листовой аппарат в нем происходит происходит процесс фотосинтез все обменные процессы и соответственно именно на нижней стороне листа и концентрируется влезитель белокрылка ее личинки они там вылупляются там питаются соком растений и если мы с вами полностью удалим листовой аппарат оставим стволы и грубо говоря кисти маленькую от верхушечку листа мы лишаем белокрылку кормовой базы соответственно что она делает она покидает тепле лицо разлетаясь дальше по городу поселяясь других парниках соответственно свою проблему не решаем а только размазываем ее по городу расширяя ареал ее обитание до холодов что нам с вами нужно сделать это максимально сохранить листовой аппарат верхней трети хотя бы внизу понятно что мы с вами уже подраздели там плоды нас вызвали мы собрали а вот эту массу верхней трети мы оставляем в том числе для зазаривания эффективного плодов и для обработки вот именно по листу где мы будем и губить душить нашу белокрылку на ее кормовой базе можно рассказать неоднократно в наших предыдущих программах как решить проблему тепличной белокрылки за одну обработку для этого мы используем рекомендуем вам вот такой вот инсектицид контактно-кишечного гормонального действия называется он апекс это уникальный препарат поскольку его масляная формуляция позволяет легко распределяться по листовой пластинке с минимальным расходом действующего вещества в виде рабочего раствора и конечно же обеспечит длительный период защиты внутри находится ампула объем 3 миллилитра и и будет достаточно для приготовления рабочего раствора объемом 10 литров и отдела перчатки традиционно при работе с любыми препаратами химическими вскрываю упаковочку и достаю ампулу она внутри вот такая стеклянная вот так она выглядит просто нужно нам сейчас добавить ее в воду вот я беру обычную из скважины для обработки желательно использовать комнате температуры ну не очень холодную потому что растение мало кто любит ледяную воду посмотрите как приготовить правильно рабочий раствор мы берем 10 литров как я уже сказала половину объема наливаем ведро это 5 литров добавляем туда наш концентрат масляной эмульсии это препаративная форма инсектицида апекс вот все до последней капельки вытряхиваем из ампулы и тщательно нужно будет это все перемешать это инсу и нова инновационная формула компания щелк агрохим имеет собственную не только производственную базу а еще собственные разработки мы уже были у них в творческой командировке показывают как рождаются эти эффективные препараты для поддержания здоровья растений в том числе для борьбы с вредителями заболеваниями и уже второй сезон активно вам показываем рассказываем про каждый препарат посмотрите вот такой у нас получился водный раствор уже готовый сейчас сюда нужно удалить оставшиеся пять литров чистой воды вот так из лечки я добавляю дорогие друзья рабочий раствор препарата апекс у меня в опрыскиватель я делал свой традиционный защитный комбинезон используйте обязательно сменную одежду перчаточки на руках двери в теплицу все насквозь открыты уже вечером можно проводить листовую обработку я включаю опрыскиватель и распределяю действующее вещество кстати он называется перри проксифен и эффективно против тепличной белокрылки уже в первых минут обработки как он работает как я уже сказал что институт этот контактно кишечного и гормонального действия работает в виде трех составляющих 1 контакты попадая на вредителя сразу дает первым убой второй если мы навредитель к по каким-то причинам и попали летает бабочка грубо говоря и в зону обработки на не попал она потом садится на обратную сторону листа там уже где находится ее личинки и высасывая сок из листовой пластинки получает действующее вещество непосредственно в свою систему пищеварения так называемый уже кишечное действие погибает от этого кроме этого еще происходит сбой в гормональной системе вредителя а это соответственно уже третий удар по нашему вредителю обязательно после обработки снимать одежду мойте руки и буквально через три дня вы можете все плоды которые у вас остались на томатах и огурцах кстати белокрылка тепличная душу участвует в тепличных в теплицах с огуречными посадками можете уже смело употреблять в пищу просто тщательно их помыв действие моментальное сразу после обработки и вы увидите эффект буквально сразу достаточно будет одного опрыскивания в прошлом сезоне мы препарат апекс уже использовали когда у нас появилась белокрылка и соседи наши тоже эффективно ее победили поэтому мы не устаем вам рассказывать и показывать про препараты чтобы у вас была вся исчерпывающая информация чтобы ваши посадки были здоровыми борьба за урожай не было изнурительной меньше нервов как говорится больше выхлопов в плане готовой овощной продукции заканчиваю свою обработку хочу сделать еще одно важное замечание конец августа и сентября то есть конец садового рода сезона это конечно же не повод заканчивать обработки от вредителей как я уже сказала сейчас нужно обязательно этом сакцентироваться и не пропустить важные скажем так листовые обработки что еще хочу сказать мне нужно сходить на улицу обработать там томатики в открытом грунте и еще одно действие не забываем при получении шикарного урожая это конечно же подкормки заканчивая обработку томатов открытого грунта здесь меня томаты черри шикарные без укрытия растут посмотрите какие у нас кисти во всю томатики наливаются верхнем ярусе поэтому кроме обработки от вредителей заболеваний конечно же профилактику мы не запускаем у многих уже сейчас соседями моих в том числе фитофтора побил томаты они зеленые и полуспелы их собирают вот у нас такого слава богу я на связи за того что мы правильно соблюдаем агротехнику и об этом вам подробно рассказываем скажем так каждый сезон но мои томатики посмотрите они вовсю еще плодоносят и свой потенциал они будут раскрывать поэтому обработки обработками а подкормки подкормками свои томатики вот в стадии плодоношения налива плодов я кормлю вот таким органоминеральным удобрением на основе гуминовых кислот это гумат калий марка суфлер для овощных культур чем он хорош он полностью натурально безопасная соответственно томаты вот кушают за милую душу наливают красивые плоды вкусные потому что калий это именно тот элемент питания который отвечает за активное плодоношение вкус плодов и конечно же за аромат ведь мы любим томат за то что они вкусные ароматные сочные ну что мои томатики сейчас обработку получат подкормку получит и надеюсь что шикарный результат нас порадует в очередной раз вам желаем щедрого урожая отсутствие вредителей и конечно же удовольствие ухода за растениями это самое главное в сезоне потому что битва за урожай не должна изнурять а приносить удовольствие как любая работа с живыми растениями ну что мои дорогие до новых встреч сезон очень закончился и мы с вами в эфире на канале садовый мир